Короче, вот здесь все перевернуто было, вот эта надпись фара. Я все это сделал наоборот и получилось. Вот. А что здесь? А что здесь? Что здесь? Что здесь? Давай. Опа, культисты опять. А что, обязательно с ними воевать, что ли? Ну, с другой стороны, надо же понимать, да, как их обходить. Я пути вообще не знаю, понятно. Прекрасный стелс накрылся медным тазом, ну ладно, что-то разберемся. Ты офонарил, что ли? Да, это было очень быстро. Ну ладно. Сейчас я вам все на свете попереломаю. Угу. Ой, как вы меня выбесили, Алеша. Так, все, подождите, заходим. Так, вот это. Так. Нет, он мне не нужен. Учнее. Угу. ну что вот это за прикол вот эти войнушки в темноте а почему ты в присядку идешь ты не взорвался еще алё нормально да он взорвался прекрасно это радует как же это неудобно а тут смотри какой он а они кстати не хило так дамажить я вам хочу сказать прям очень нехило во сколько я не понимаю ты один что ли ну вот и где он вот объясните по мнению разрабов это круто да в темноте выяснять выяснять отношения там еще один то есть они решили по очереди где они он идет где он тут можно сдох да сдох где он давай вот так 3 да отлично отлично я доволен 3 есть крафт конечно конечно шестьсот хорошо прям влетает в них я доволен так раз 3 есть да отлично ну ка ну ка отлично так раз два три превосходно он там есть повезло тебе гаденыш тебе очень повезло давай элуйка все вроде совсем не разобралась хорошо это мне знаете что напоминает doom eternal или нет опять они так и будут что ли так алло элуйка да мне вот эти спецэффекты не нужны мне нужно чтоб ты просто встала что лестнице оттуда хорошо оооо мы сейчас прям когда прям вот в самый раз да убей ты его господи ты боже мой что за проблема да ошибись где он там этот который не видно ничего не видно вообще все готов сейчас я хочу его оружие да конечно возьму я его оружие да какой кошмар а вот в чью дебильную голову пришло вот таким образом организовать бой скажите мне просто абсолютнейшая темнота ни хрена не видно они сливаются с окружающей обстановкой но это наверное по мнению разрабов очень круто да видимо да ну давай где ты две стрелы летели в бошку он живой обалдею вообще все тогда не стой на месте найди гейл так выкини пожалуйста вот это мне их лут нужен мне это орудие нафиг не нужно давай что это вот я не понимаю что скачешь по каким-то острогом за что-то цепляешься ну такой тупизм ну такой тупизм давай еще здесь есть что-нибудь конечно я такие уже видела в котлах подразумицы там рождаются машины гей машины гей сказано зашибись да полный вперед информация о заданиях отправитель элизабет собак адреса от марго шен тема полный вперед марго если бы я хотя бы отчасти сомневалась в твоей гениальности я бы не назначила тебя альфа и подпроекта гефест перестань переживать из-за своего возраста и стиля общения ты такая какая есть будь уверена в себе ты знаешь что делаешь собственно говоря твоя новая схема строительства и загрузки бункеров для хранения сырья просто безупречно в сочетании с твоим дизайном ядра и алгоритмом отбора позиций для литейных это все складывается в хорошо продуманный план пора приступать к строительству только один момент прежде чем утвердить инвентарь хранилищ проконсультируйтесь с айомиде окилой первой задачей гефеста станет создание роботов для возведения радио обещательных вышек с помощью которых минерва разошлет коды деактивации так что если для строительства этих вышек требуются какие-то экзотические материалы их нужно обязательно включить в инвентарный список элизабет еще же здесь что-то было да конечно вот результат симуляции отправитель марго шен адресат элизабет собак тема результат симуляции ого а ты не шутила у геи правда есть четко выраженная предрасположенность морфологическим к морфологиям животных конечно это в определенном смысле логично учитывая что ее ботам придется передвигаться по труднопроходимой местности но я согласна это явно не единственная причина ее дизайны не просто функциональны это словно не знаю хочется сказать дань памяти как будто она уже оплакивает их гибель и она оскорбит не только по исчезающей фауне наших дней но и по существам с доисторических времен я вижу в некоторых из ее дизайнов отсылки к представителям мегафауны это так клево но чтобы гея не придумала гефест все построит жаль только через сотню-другую лет нас тут уже не будет и мы не сможем своими глазами это увидеть марго ну хорошо чего молодцы женщины смогли это что что тут будет давать покажите нам а какой у него возраст следует из имени это будет под функция с помощью которой гея сможет штамповать роботов вроде как кузня только не все так просто короче вы же думаю заметили что инженеров среди нас только треть остальные эксперты по машинному познанию и вристики всему такому поскольку разрабатывать дизайн и строить всех этих роботов будем не мы конечно же не надо заваливать гею кучей устаревших дизайнов из 21 века это бессмысленно наша цель научить гею строить роботов самой больше того сочинять с чистого листа какой бы робот не понадобился ей для задачи он будет просто создан по щелчку пальцев ее ее пальцев то есть гефест на самом деле не кузня скорее это полный набор знаний профессионального кузнеца горный молот все в виде софта виртуальная креативность как-то так гея уже учится симуляциях демонстрирует классные находки с фрактальной сборкой и животной морфологией ну дизайны у нее на премию лим пока не тянут ничего все таки это первые шаги ну все пора начинать поехали я не понимаю что именно я могу объяснить термины если гею создавали чтобы сохранить жизнь почему ее роботы нападают на людей может некоторые формы жизни она ценит выше помешательства машины не всегда были такими злобными так и есть еще лет десять-пятнадцать назад они вели себя смирно много лет гефест создает в котлах агрессивные машины я сама это видела котлах ловчь кажется это здесь кабинет элизабет собак должен же быть какой-то способ ищи дальше осторожно зачем их сюда напихали этих сколько их там ну можно конечно что сделаем здравствуйте меня зовут катя я не увидела стекла это было стекло да это было стекло а так хорошо летела прям от души прям от души отсюда никого нельзя жахнут нет никого печально почему я хожу с двумя стрелами с одной даже три не меньше ну пойдемте аполлон коллективная память всего человечества и источник знаний сами на баджи я сами на абаджи еще недавно я руководила международным институтом коллективной памяти в новом тегеране я посвятила карьеру сбережению накопленных человечеством знаний творческих проектов и культурных памятников и аполлон по сути воплощает в себе дело всей моей ай очки давят жаль что обстоятельства его создания так трагичны нас ждут огромные трудности в частности нам придется одновременно реализовывать четыре крупные инициативы первое массовое строительство репозиториев данных в комплексах колыбель по всему миру вторая сбор и обработка приблизительно ста восьмидесяти миллионов отдельных информационных объектов 42 зетабайта данных на китайском, английском, испанском и арабском третье перенос и кодирование этой информации в днк инкапсулированный в синтетических ископаемых единственном носителе позволяющим избежать деградации данных при многовековом хранении и наконец четвертое разработка голографического интерфейса и игровых учебных программ при помощи которых наши потомки будут получать доступ к авристическим учебным модулям постепенно повышая уровень знаний нужных для управления системой терраформирования вот та задача на которую направлены все наши усилия не только сохранение прошлого но создание зерна из которого вырастет новое древо знаний итак давайте начнем хорошо инкапсулированная днк отправитель самина абаджа адресат элизабет собак тема инкапсулированная днк и побеждает инкапсулированная днк за минувшие 10 дней я рассмотрела все возможные варианты хранения данных магнитные носители оптические квантовые даже технологию вечность которую асф рекламировал год назад но у всех этих решений есть один или несколько фатальных недостатков слишком большой вес неудобно транспортировать слишком большой размер не получится все разместить в пределах отведенной площади слишком большая энергоемка слишком большой риск отказа по прошествии 300 400 лет и так далее и тому подобное а вот инкапсулированная днк легко вместит 40 плюс зетабайт данных для аполлона разумеется нужно еще решить ряд вопросов во первых необходимо отобрать инертный материал в котором мы вживем молекулы мы уже отобрали для тестирования 16 вариантов а также разработать и изготовить силовые установки и герметичные хранилища чтобы можно было обеспечить температуру хранения минус 18 градусов по цельсию на протяжении тысячи плюс 100 лет только не подумайте что это повлияло на мое решение но признаюсь мне представляется крайне уместным даже благоприятным что для спасения человеческих знаний от механической смерти мы воспользуемся составными элементами самой жизни это не только иронично но и героично жизнь как герой побеждающей силы хаоса в любом случае еще много всего предстоит сделать до скорого и да пребудет с вами мир самина так тут где-то же еще был вот читаем обновление аполлона отправитель сами на абаджи адресат элизабет собак тема обновления аполлона благодаря тому что на протяжении минувших двух месяцев мы имели возможность пользоваться копии архива гомер представленной дальним зенитом мы укладываемся в сроки по всем ключевым пунктам проекта аполлон база данных аполлона уже насчитывает более 40 миллионов записей и это чисто продолжает это число продолжает расти модули с естественными науками фактически завершены модули с гуманитарными науками почти работа над всемирной историей культурными справочниками и архивами сми также движется в соответствии с установленным сроком консервация языков близка к завершению мы немного опережаем график потому что сохранить все четыре с половиной тысячи языков как мы надеялись не вышло полагаю трагическая ранняя потеря папуа новой гвинеи самого начала сделать задачу невыполнимой и скоро мы приступим к составлению образовательных программ слова об аристических программах они хорошо себя показали в тестировании дети и подростки демонстрируют высокую степень вовлечения и доверия взаимодействия с аристотелем и аспазией лично мне очень интересно их слушать особенно когда они вступают в полемику моей университетские преподаватели им в подметки не годятся да прибудет с вами мир сами на ну что где эти засранцы они везде это который взрывается а это чё не отмечаются я не понял а отмеченом тоже отмечен но здесь стелс я так ну отсюда будем воевать потому что у нас есть хотя бы возможность подняться наверх мы его увидим так нет это нереально это нереально просто это не стекло я надеюсь да это не стекло нет тоже я его не увижу вот так в принципе можно да можно так аккуратненько отсюда сейчас выйдем стрелы на крафтим вот так они значит стоят до останавливаются на какой-то момент это радует отлично он один или еще есть и хочу вон сколько вот он стоит этот самый опасный который с оружием ну ка 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 будь добр встань там где-нибудь а два-три их четверо осталось чё понимать бы где он да 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 шута не видно все равно хоть убейся чё зелье неплохо нет а ну ка отсюда если где он где его башка дебильная нормально это было рисковано нормально потому что я тупо не видел где его голова вот этот нам и нужен тигр прекрасно там ничего нету это мне кто-нибудь объяснит это что сейчас было три стрелы в упор вообще никак замечательно что ты делаешь и лой выходим выходим отсюда вот так обидно так давай готов хорошо абаджи мы тебя поняли приятно познакомиться до так один он остался давайте вот отсюда сейчас зайдем так аккуратненько и обидно было очень обидно так хорошо все начиналось сюда пойдет он не он интересно она бесшумная как сколько все да нормально прекрасно и будем считать пещере чудес осмотрись может что уцелел естественно ну как же ты меня бесишь а как ты меня бесишь саймонс ты вообще просто опупевши ну-ка давай-ка наверх вот что мне нужно тебя я давно давно снял признание хереса меня зовут аран херес с 2060 по 66 я был председателем объединенного комитета начальников штабов это высшее офицерское звание в армии сша мои обязанности входило стратегическое планирование и руководство операции свобода которую было обманным путем вовлечено гражданское население сша и других стран в течение последних 14 месяцев существования жизни на планете до чумы фаро я выполнял свою работу и выполнял на совесть я был смел и решитель находчив в политических маневрах то что я дослужился до звания командующего самой крупной механизированной армии в истории не случайность но каков итог мое единственное достижение гибель всего живого на земле и единственный искупляющий поступок то что я отсрочил эту гибель на дни или недели пожертвовав людскими жизнями я надеюсь в новом мире уже не будет нужды в таких людях как я если вы один из обитателей этого нового мира знайте я сожалею о случившемся и надеюсь у вас все сложится искренне ваш арон херес знакомьтесь это аид аварийный протокол нового рассвета реально программа убийца но я знаю что вы думаете задача геи воскресить жизнь так зачем давать ей под функцию назначение которой снова угробить все живое типа макой ну как то тупо да но нет короче воссоздание целой биосферы задачка непростая какой бы умный не было гея с первого раза у нее вряд ли все получится но представьте вы гея прошло 200 лет вырастите новую биосферу и все черти как концентрация щелочи завышена леса смывает поток в котором утонул бы даже ной шаос мир шатается во все стороны и что делать выпустить в это месиво организмы первой фазы в надежде что они своим co2 и метаном компенсируют дисбаланс ну нет придется тебе гея отойти в сторонку и дать аиду сделать то что тебе двое заботливая забота делать запрещает сжечь эту позорную нету биосферу дотла начать аварийный протокол не сжечь скорее задушить с помощью обратного терраформирования Ну, вы меня поняли Аид возвращает биосферу к исходнику Абсолютный ноль Чистый лист И затем, только затем Уступает руль геи И говорит Ну давай, старушка Попробуй еще, только теперь уж постарайся А не то Такой он, Аид Крутецкая штука, если подумать Экспресс-доставка смерти Вымирание по заказу Во имя высшего блага Но Все равно брутально Перед вами Аид Глаза пустоты Хорошо Если таков изначальный смысл Аида Почему же он хочет меня убить? Нам нужно больше данных И как он оказался Внутри Титана Фаро И почему затмение поклоняется ему Как божеству Так, жалобы на шум Тревис Тейт Элизабет Собек Жалобы на шум Ты меня поражаешь, Лиззи Башкор Если кто-то утверждает, что ТТ программит под Башкор Этот человек врет Ну ясно же Стороне Трево вообще не уперлась Вся эта коммерциализованная дребедень Неа Да я лучше выхлебаю литр ядовитой жижи Из Читарума Чем стану слушать серый рой Господь свидетель Клянусь могилой мам А она у меня, между прочим, глубоко верующая была Нет, это не Башкор сотрясает стену лаборатории Аид заставляя столы подпрыгивать А зубы дребезжать Это дед метал Дедка Классическая музыка В основном альбомы 80-х и 90-х Тут у меня в плейлисте нидерландский дедкор Японский горгрейн Еще пара шведских групп людоедской тематики Захочешь послушать? Приходи Да что там Просто подойди к лаборатории Хотя бы метров на 50 Никакой это не Башкор Сама увидишь Вернее, услышишь В этом реве Разрывающемся воздух на куски И почувствуешь тогда Пол и стены И потолок начнут пульсировать Словно внутренности глотки Как будто ты иона Которая проглотила Гигантского готическая рыба смерти Аллилуйя А насчет просьбы сделать потише Нет уж келези Я так работаю Сделать потише мой дуэт метал Может мне еще и от стимуляторов отказаться И от шоколадного солода И от клипов с несчастными случаями на производстве Мы тут вообще-то не абы кого делаем А Аида Ты правда хочешь, чтобы я программировал протокол истребления Не имея возможности черпать вдохновение Из благословенного депметала Нет, это вряд ли Удачи, Треф Ясно Текстовое сообщение Протокол Аид Привет от Тейта Закинулся тремя синенькими Но это я заслужил Я наконец-то понял, как мне отобрать Властные полномочия у Геи Который очень не хочет с ними расставаться Если уж такое достижение не заслуживает 10-12 часов кайфа То что тогда вообще заслуживает Все мои предыдущие протоколы проваливались А симуляции Потому что они были Либо слишком жесткие Либо слишком мягкие В симуляции проваливались Если действовать слишком жестко У Геи разрушается ядро То есть я мог оторвать ее фигуральные пальцы От фигурального руля И передать управление Аиду Но при этом получалось Что я ломал ей пальцы А иногда и руки Так что это был не вариант Ведь самое главное После того, как Аид сделает свое дело Гея должна снова взять управление на себя И потом мне надо было найти решение Которое не причинило бы ей вреда А если избрать слишком мягкий подход Гея только притворится Что потеряла управление Я проводил испытания за испытанием И каждый раз было одно и то же Аид перехватывает управление системой терраформирования И начинает работать А Гея встает у него за спиной И по-тихому отменяет все запущенные им процессы Да еще посылает ложные телеметрические данные Чтобы скрыть следы своего вмешательства Коварное Честное слово Ради спасения жизни Гея пойдет на все Даже если это просто Жизнь симулированных растений Так вот оказывается Все что требовалось Это изолировать Гею В оболочке Из защитного кода Сохранив ее целостность А затем сместить ее С управляющей позиции После чего Аид так сказать Занимает опустевшее кресло капитана И начинает творить свою магию Ух От этих синеньких Меня конкретно плющи Так что я не очень связанно Объясняю Но в общем я уверен Это сработает Да синяки пропирают Будь здоров Пора на боковую тогда И в кровать А завтра снова аллигаторы Ну я так понял Что этот Аид Из под контроля Просто вышел И все И до свидули Отправитель Самина Абаджа Адреса Трэвис Тейт Копия Элизабет Собок Тема внесения Некорректных материалов В архив Мистер Тейт Я хочу обсудить с вами Архивную запись Номер такой Это вашу 660 запись В Аполлоне за 5 дней И это конечно Что-то с чем-то Я уже выносила вам Предупреждение О недопустимости Архивирования Некорректных материалов Однако вы все равно Внесли в базу 265-й Голографических Ремастеров Классических образцов Экстремального кино В жанре Эксплойтейшн Что ж Я вам благодарна По двум причинам Первое За то что позволили мне С превеликим удовольствием Отклонить вашу запись И тем самым Обречь ваши любимые Восточноевропейские фильмы Про пытки И тому подобную гадость На вечное забвение У меня теплеет На сердце от мысли Что я избавила Грядущее поколение От необходимости Смотреть все 16 частей Изготовления Тысячи ножки Не волнуйтесь Роботы По золене Уже сохранены В архиве Это хоть и экстремально Но все же искусство За то что помогли Мне сформулировать ответ На неоднозначность Эстетической точки зрения Вопрос уже давно Не дававший покоя Историкам И архивистам Что считать Непристойностью Вы освободили меня От оков Субъективного подхода Сформулированного В знаменитом Высказывании Судьи Поттера Стюарта Для меня это очевидно Благодаря вам Я теперь могу Пользоваться Объективным критерием Если этот материал Предложил Трэвис Тейт Значит это Непристойность И потому Я проинструктировала Персонал архива Аполлон Отклонять все ваши Последующие заявки Без рассмотрения Быть может вам Стоит потратить Высвободившееся время На то чтобы Ну не знаю Скажем выполнить Порученную вам работу Мы вообще то Спасаем мир По крайней мере Все остальные Кроме вас Доктор Самина Абаджа Ну значит Конфликт У них был Скорее всего Не было Да Был По другому Наверх Не попасть Угу Подождите Здесь же Где то Это что Личности Для исполнителей Отправитель Патрик Брошар Кляйн Адресат Элизабет Собек Личности Для исполнителей Разработа искусственных Личностей Для исполнителей В колыбелях Нянька Воспитатель Врачеватель Идет быстрыми темпами Мы нацеливаемся На уровень 0.4 По шкале Тьюринга Это позволит Добиться слабо Выраженной эмпатии И ограниченной Импровизации Не вызывая нарушения Модифицированных Моделей поведения Однако Имплементировать Функцию Переключения Личностей В ответ на внешний Стимул Оказалось сложнее Чем мы предполагали В особенности Нас беспокоит Сильный резонанс Между личностями Воспитатель И врачеватель Также прилагаю К письму Отчета об инциденте В ходе которого Исполнитель Выполняющий программу Мать Вмешался в работу Другого исполнителя Выполняющего программу Воспитатель Возник если позволите Родительский спор На первый взгляд Выглядит забавно Но на самом деле Это повод для тревоги Прилагаю подробный план По исправлению Подобных недоработок В интерактивных протоколах Всего через данные Повреждены Здесь тоже что-то есть Я что это Профукал что ли Камера ДЗ Отправитель Патрик Брашар Кляйн Адресат Элизабет Собек Тема камеры ДЗ Два дня назад Привезли Экзогенные камеры Последние 36 часов Я осматривал их И изучал Техническую документацию Это настоящее чудо Просто невероятно Я не знаю Что вам пришлось Отдать дальнему зениту В обмен на эти камеры Но оно того стоило Их эмбриологам Удалось разом Перепрыгнуть Все те технологические Изъяны Над преодолением Которых Ученые-инженеры Бились последние 50 лет Риски Экму Нивелированы Вопрос доставки Питательных веществ Решен Вопрос гормональной Стабильности Решен 12 других областей риска Все в итоге решено Прежде я считал Одиссею Бесплодной затеей Но если и остальные Технологические решения У зенита Выполнены на таком же уровне Ну тогда Создание человеческой колонии В системе Сириус Уже не кажется невозможным Чтобы наладить Массовое производство камер Потребуется урегулировать Ряд технических моментов Но я уверен Что все это Нам по силам Я пойду взремну Пару часов А потом снова возьмусь за дело План производства Будет готов В течение 48 часов ПБК Ну это он Подписался с собой Да А здесь А вот лестница Все Понятно Пойдемте 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 В кабинет Элизабет Собак Комплексы колыбель Элизабет говорила В таких местах Родится новое поколение людей Говорила Гора Великой Матери Одной из них Есть лишь один способ узнать Люк не открывается Там говорилось что-то Про поврежденный Альфа-реестр Надо обыскать кабинет Элизабет Давай обыщем Че Кажется раньше Здесь что-то было Да Можно задействовать Морфологию антилог Хотя Козьи Демонстрируют Большую выносливость Быстро учишься Гея Доктор Собак Проведя сравнительный Анализ Морфологии Млекопитающих Я собрала Данные О массовом Умирании В четвертичном Периоде И Какой твой вывод Ге По логике Их вымирание Было естественным Продолжай Но Я нахожу факт Исчезновения Целых видов Необъяснимо грустным То что они навеки Ушли в небытие Вызывает во мне Чувство Скорби Которое трудно Написать Я неисправна? Нет, Гейль Нет Это хорошо Очень хорошо Будет временная Потеря сознания На время Транспортировки В Прайм И монтажа Могу я Высказаться Не по протоколу Потом На новом месте Мы подключим Предаточные функции И проверим Взаимодействие Элизабет Все хорошо? Да, да Обстоятельства Вынуждают нас Начать Раньше срок Но Все подсистемы Работают Исправно Прогноз Сейчас Благопринят Но Но Вдруг Просто там же Нет ничего Живого Даже дышать Нечем Выходить Можно только В скафандрах Миллиарды Погибли В страхе В мучениях Вдруг Все это Было Зря Вымирание Было Неизбежно Благодаря вам У жизни Есть будущее Ты в это веришь? Я верю В вас Элизабет Для вас Нет ничего Давайте На всякий случай Вот так Пойдемте Еще что-то есть? Да? Где-то здесь Это же было Давай Одной логики Мало Тед Гея должна быть Лично заинтересована В успехе Должна переживать А если взбеситься? Ты забыла О наших ошибках? Ты про свои ошибки? Я говорю Что ей нужен Выключатель Она только что родилась Я не приставлю ей Пушку к виску Пока она в колыбели По-твоему Это ребенок? А если она станет монстром? Могу я Высказаться Не по протоколу? Конечно Гея Говори Простите Что возражаю Но Мистер Фарр Совершенно прав Сейчас Развитие Моего сознания Не является Предсказуемым Чтобы обеспечить Сохранность жизни Было бы разумно Строить Мою систему Предохранитель Вот Доволен Тед? Господи Послушай ты ее Ну да Это разумно А что Все таки машина Тебе что? Мало одного эпизода Еще надо? Найдите Что вход В кабинет Собок Ну давай Копье Копье на все Случаи Случаи Сбой Сбой в модуле Хранения Антиматерии Когда двигатели Начали разгон Для выхода За пределы Солнечной системы Корабль Экипаж Весь груз Зиготы Семян Альфа Сборки Аполлона Все пропало Это значит Что новый рассвет Наша единственная Надежда На продолжение Человеческого рода И восстановление Жизни на земле Провал недопустим Элизабет А причины Причины Файл с альфа-реестром Целый Да Он не поврежден Тогда чего ты ждешь Копируй А там защита будет Я смогу восстановить Реестр священной горы Открыть Войти И узнать все секреты Где я родилась Может Узнаю кто меня родил Кто Ты правда такая наивная Не надейся что там тебя кто-то ждет Тебя произвел на свет не кто-то А что-то Ублюдок О нет Я законорожденный Это ты Элой Порождение машины Но какой машины Для чего Зачем тебя создали Опять Быстро уходи То что ты нашла Бесценно Ты бесценно Нас уже видят что за взрыв ядерный серьезный парень такой от души все на свете поломали всю мою жизнь мне было твердо известно что моя судьба стать великим воителем солнца и когда убили джерана и когда меридиан пал моя вера оставалась крепка пока не появилась ты мне сказали что ты выжила во мне зародилась он ничего не видит как неизбежен рассвет после заката неизбежная гибель моих врагов но я ошибся поэты поэты почему с каждой твоей атакой с каждым убитым воином мои сомнения росли я все вспоминал момент когда мой нож был у твоего горло один смах одно движение лезвия и тебя бы не стало поэзия смерти сразила много врагов зачем я медлил почему не выполнил то что нужно у тебя шрам на щеке тебе помешали да я помню хороший воин для дикаря его звали раз и тебе с ним никогда не сравнится и все же он позволил так запросто выпустить себе кишки нет дело не в нем я мог бы тебя прикончить но не стал это ошибка не давала мне покоя преследовала лишь когда я поймал тебя в том месте я наконец постиг мудрость солнца великий замысел что связал эти события ты должна была выжить в тот день должна была помешать нам вести раскопки мне было предначертано здесь схватить тебя чтобы ты стала жертвенным даром солнцу все так как должно было быть как было предсказано согласно его замыслу что ты болван да опасный но болван все эти разговоры про веру про судьбу наверняка аид говорит теми же словами да тобой просто манипулируют аид древняя машина а не это ваша погребенная тень плевать ему на меридиан он хочет уничтожить все и всех а ты его услужливый раб я служу непогребенной тени я служу солнцу в тени противоположности слились во имя одной цели тень и солнце тьма и свет ты правда не слышишь как нелепо это звучит раньше ты служил сумасшедшему королю а теперь служишь сумасшедшей машине сдаешь позиции как то припомню эти слова когда буду смотреть как горят твои останки боюсь ты не уловила сути я победил не только тебя но и сомнения а настоящая вера дарит бесконечную силу так открой клетку и убедись что ты прав что твоя вера не самообман круг замкнулся каждый элемент на своем месте ровно там где должен блудный зверь пойман его удел известен наркомания во все поля кстати о жертвах забыл тебе сказать после того как ты обрушила нашу сеть я отправил гонцов на восток приказал собрать войско и атаковать вашу священную землю все нора будут казнены то есть моей целью была ты но похоже без всего этого можно было обойтись нора тебе ничего не сделали не трогай их точно и никому уже не сделают ты можешь быть уверен в любом случае отменить приказ я уже не смогу гелис ты покойник я бы и хотел но твоими стараниями связь между нашими отрядами оборвана ты обрекла не только себя но и все свое племя скажи мне это ли не воплощение испепеляющий кары солнца визор такое могущественное устройство но оно такое хрупкое поломал как видишь на сей раз я не стал медлить я уже взмахнул своим пленком в смысле визор поломал а драться с машинами буду в сей в сей верные карха наши годы во тьме закончены новый рассвет дрожит на горизонте Настает новый день И очень скоро Ложный король будет мертв А мы вернем себе Святой Меридиал И в этом Я Стану орудием пророчества Ныне слились воедино Все половины творения Солнце и тень Свет и тьма Тень и ночь Узрите О, мои друзья паучки Всем сидеть Разве вы не видите благословение солнца Перед своими глазами Как могли Под окна и создание ночи Выйти на готу среди бела дня Если бы это не было угодно Великому солнцу Много лет назад Освещая кольцо солнца Великий джерант Газнил здесь многих неверных Бросипы под копыты бегемота А, бегемот Бегемот розен и могуч в свете солнца Но еще страшнее он Когда его окутывает Сила тени Так пускай Это вероломное отродье Отдаст свою жизнь Пусть она Станет первой Из тысяч Прекрасно Вообще Замечательно Бегемот у нас теперь бешеный И паучки И чем с ними отношения выяснять Здравствуй, родной Ты такой красивый Что сил нету Я без визора, да? Ну, дорогие друзья Все это уже будет в следующей серии Эту я порежу Потому что уже практически 2 часа записи Ссылка на плейлист в описании под видео Подписывайтесь на канал На паблик, на инстаграм Ставьте лайки Пишите комментарии Жмите колокольчик Всем до новых встреч И всем пока До новых встреч